Международный аэропорт имени Рафика Харири, также известный как Бейруцкий международный аэропорт, единственный аэропорт в Ливании. И поэтому его ежедневно посещают множество пассажиров со всего земного шара. Несчислимое количество людей проходит через терминалы, и обширное количество багажа перевозится во все страны мира. Поэтому безопасность аэропорта имеет первостепенное значение. По этой причине полицейский патруль и частные охранники следят за приходом и уходом. Но есть группа относительно неказистых героев, которые работают в аэропорту. Собаки-поисковики. Эти животные обучены обнаруживать подозрительные пакеты или багаж с запрещенными предметами и веществами. Это могут быть наркотики или даже драгоценности. Они знают, как правильно идентифицировать часть багажа и что делать дальше. Офицеры полиции хорошо знают знаки, которые дают им поисковики. Например, если собака-ищейка указывает носом прямо на предмет багажа или пассажира, сидящего совершенно неподвижно, это значит, что его обязательно нужно проверить. Это очень простая, но эффективная система. Во время обхода аэропорта, эта собака обнюхивала различные предметы багажа. Никто не обращал на нее особого внимания. Они знали, что у животного есть работа. Каким бы милым он ни был, они знали, что не могут остановиться и погладить его, иначе они будут мешать его особо важной работе. Поэтому в большинстве случаев люди одаривали проводника секундной улыбкой. Но вдруг собака показала, что учуяла что-то в одном из уже зарегистрированных ящиков, которые как раз находились в пути через аэропорт из одного пункта назначения в другой. Глядя на транспортную этикетку, полицейский увидел, что посылка везлась из Украины в Бейрут. Судя по всему, он прибыл несколькими днями ранее и ждал в аэропорту, чтобы его забрали. Поисковик сидел неподвижно, пристально глядя на коробку. Полицейский не сомневался, что его животное обнаружило что-то крайне незаконное. Собака-следопыт очень редко что-то неправильно идентифицирует. И он никогда не видел, чтобы его собака ошибочно подозревала человека или часть багажа. Дрессировщик указал, что собака может подойти ближе. Затем она прыгнула на ящик. Сама коробка была довольно большой, примерно 10 на 3 фута. Она была похожа на многих других, стоявших в аэропорту, так что ничего особенного в ней не было. Единственным отличием, которое заметил полицейский, были несколько маленьких, почти незаметных отверстий вдоль ящика. Собака сразу же их заметила, сунула нос прямо над одной из дырок и пристально принюхалась. При этом она издала небольшой стон. Эта реакция определенно была необычной. Следопыт выполнял свою работу много лет, и хныканье не входило в его репертуар реакций. Было ясно, что внутри есть что-то, что интересовало его больше, чем обычная контрабанда. Хозяин нахмурился, разглядывая коробку вдоль и поперек. Что он должен сделать? Другие полицейские и сотрудники аэропорта в скором времени собрались вокруг ящика, подняли его с пола и аккуратно поставили на стол. Офицеры знали, что в нем также может быть взрывчатка, которая может взорваться при открытии. Команда двигалась очень медленно и осторожно. И как только поставили коробку, в срочном порядке вызвали саперов. Хотя вероятность того, что в коробке находилась взрывчатка, была маловероятной, так как она, несомненно, была бы обнаружена во время регистрации и сканирования в украинском аэропорту. Сотрудники все же не рисковали. Полицейские вышли из комнаты, но следопыт торопился вернуться. Казалось странным, что собака так зациклилась на этой коробке. Но по-прежнему никому не разрешалось входить в комнату, пока команда по обезвреживанию бомб выполняла свою работу. Пока все ждали перед зданием, собака скулила и бегала вокруг, пытаясь попасть внутрь. Хозяину это показалось странным, так как такое поведение для него было нехарактерным. Они работали вместе уже много лет, но он никогда не видел своего напарника таким взволнованным. Это вызвало у офицера всевозможные тревожные звоночки. Что было такого особенного или странного в этой коробке? Что было в нем? А пока им приходилось ждать. К счастью, саперы спокойно вышли из комнаты и сообщили другим офицерам, что внутри нет ничего опасного. По крайней мере, без взрывчатки. Они осмотрели коробку с помощью металлоискателя и обнаружили, что внутри не было никаких электрических компонентов. Это было большим облегчением. Но оставался еще вопрос, что же было в коробке? Им предстояло решить, что делать дальше. После обсуждения было решено открывать коробку медленно и осторожно. Когда они наконец открыли коробку и заглянули внутрь, то были ошеломлены увиденным. За все годы, что офицер проработал на этой работе, он повидал многое. Наркотики, деньги, взрывчатка, контрабанда всех видов. Но он никогда раньше не видел этого. Внутри ящика сидели три тигренка, притаившиеся в опилках. Они были невероятно маленькими и выглядели очень худыми и слабыми. Было ясно, что они страдали и были заперты в этой коробке в течение очень долгого времени. Не удивительно, что собака так старалась достучаться до них. Испугавшись, они замолчали. Животные были явно удивлены всем этим светом и новыми людьми. Никто не знал, как долго они находились в заперти. Но было ясно, что это должно было быть довольно давно. Повсюду были фекалии, а опилки были пропитаны мочой. В коробке ползали паразиты и черви. Удивительно, почему раньше никто не заметил этот багаж. Была вызвана защита животных, и трех бедных тигрят собрали и доставили в приют, где им была оказана необходимая медицинская помощь. Хотя сначала казалось, что бедные животные не переживут своих травмирующих испытаний, то, что все они выжили, было маленьким чудом. Полиция установила, что тигрята были проданы украинским парком животных. Они принадлежали к помету из 12 щенков. И хотя хорошо, что эти трое выжили, никто не знал, что случилось с их сородичами, отправленными в другие места. Руководитель запарка был арестован, обвинен и приговорен к длительному тюремному наказанию. И все из-за полицейской собаки и щейки, которая просто выполняла свою работу и в итоге была вознаграждена. Спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.